Мои хорошие, всем огромный привет! Не прошло и полгода, скажете вы, да, что Настя появилась. Девчонки, на самом деле, сложно мне, тяжело, трудно сейчас снимать. Вот сегодня более-менее я себя чувствую, и вот с утра встала, чуть-чуть привела себя в порядок, и то вот даже волосы не укладывала, потому что я не могу даже вот фенщеткой работать, у меня слабость вот эта постоянная, и потом, знаете, как будто у меня давление поднимается. В общем, самочувствие не самое лучшее. Вот сняла, когда я вам видео вот это, когда рассказала, да, вам то, что я в положении, и вот где-то через дня 2-3 начался у меня токсикоз, и причем вот целый день, девчонки, я вот практически лежу, у меня тошнит, у меня ужасно скатались волосы, вот то, что я постоянно лежу, я уже хочу их отстричь, я ведь говорила вам, когда еще вот не знала, что беременна, не хотела вообще их стричь, думала, буду отращивать, мне нравилось, что они у меня сейчас отросли, но они у меня все скатались вот за это время, я вообще ни маски сейчас не делаю, ни на волос, ни на лицо, вообще, в общем, сил нет, говорю, вообще у меня ни на что, и не готовлю я дома, и уборка у меня, вот вчера Милана пропылесосила, выходной день был, я пол помыла, вот, а так вот что-то прям глобальное делать, ничего, девчонки, не делаю. Вот с утра я просыпаюсь, где-то час, наверное, вот до завтрака, пока я еще не очень кушать хочу, у меня нормально, но вот когда уже начинаю я хотеть кушать, я покушаю, у меня начинается вот эта тошнота, и, девчонки, так до вечера, вечером у меня температура, каждый день поднимается, я уже к ней привыкла, знаете, как с добрым утром у меня эта температура, как будто давление, вот эта слабость постоянно, и постоянно хочется лежать. Я говорила, да, что я вообще терпеть не могу лежать, а тут я лежу, и, знаете, такое ощущение, как будто я какая-то беспомощная, вот на днях, вчера, что ли, я плакала, Артуру рассказывала, говорю, Артур, я уже не могу, у меня сил нет. С одной стороны, понимаешь, что это нужно просто перетерпеть, нужно это переждать. Вон София, скажи, доча, всем привет. Всем привет. Она сидела там рисовала. Она, кстати, завтра пойдет, девчонки, в садик, потому что мы сдали анализы. Я так скучала по нему, потому что и вкусняшки мои ждут, и поделки, потому что мама мне за это хвали, я когда делала поделки. Да, поделки они там всегда делают. Решила ее отдать, потому что я сейчас лежу, да, вот в таком состоянии. И она тоже со мной, блин, как беременная тоже лежит. Она же такая мамина дочка, от меня не отходит. Я думаю, пусть ребенок идет, развивается, неизвестно пока сейчас, что будет еще. Ну, мы не знаем, да, поедем мы в Сочи, не поедем. Поэтому, думаю, пусть, ну, месяц там, не знаю, сколько она походит, полмесяца. Тем более в нашем доме, да, там вышел, если что, там иногда даже и Милана, там через дорогу проходить не нужно, и Милана может ее, допустим, отвезти. Пусть ходит, да? А когда ты что-то будешь бояться, всегда буду в такую песню петь. Эй, что я с тобой, друг милый мой? Только скажи, я помогу. Не надо понять, с чего начинать. Певица моя. Это доктор Плюшева, да? Любимый ее мультик, сейчас она смотрит этот доктор Плюшева, он, кстати, идет. Ну, в общем, девчонки, вот такие вот дела. Поэтому я не писала вам в Инстаграм, да, что вот, ну, я плохо себя чувствую, многие девчонки меня потеряли, пишут уже, потому что каждый день девчонки планирую снимать. Вот с утра встану, вроде бы вот этот час более-менее, думаю, все, вот сейчас начну снимать, там камеру на зарядку поставлю, и все. И потом начинается вот эта тошнота, мутит постоянно, и уже ложишься, и уже потом не до камеры, еще думаешь, ладно, поснимаешь, монтировать сил вообще нет. Вот сейчас этот влог снимаю вам, не знаю, когда я его смонтироваю, но вот сегодня мне немножко получше. Но вообще я посчитала, я думаю, что вот у меня, похоже, очень беременность, как София была. И вообще, девчонки, мне такое ощущение, что у меня будет девочка, не знаю, вот я так чувствую. Во-первых, у меня, когда вот, ну, вот этот токсикоз начался, у меня очень сильно началось портиться лицо, прям вот прыщи стали выходить. Обычно, наоборот, когда вот, насколько я знаю, когда беременна, наоборот, лицо гладенькое становится, там волосы улучшаются, а у меня и волосы выпадать стали, и лицо портиться стало. И вот токсикоз вообще, вот как я хожу сейчас, очень похоже, вот как я с Софией ходила. Ну, не знаю, хотя может быть такое, что похоже. Ну, вот, ну, конечно, посмотрим потом уже, когда в 12 недель пойдем. В следующий раз прилетал Артур, тоже несколько дней был с нами. Мы с ним успели сходить на УЗИ, посмотрели нашу лялечку, увидели уже эмбриончик. Я ведь все переживала, эмбриона не было видно, сердцебиения не было, когда в прошлый раз я ходила. Послушали, увидели, послушали сердцебиение. Я даже немножко так прослезилась. Но все равно девчонки угрозу мне ставят. Поэтому я сейчас вот ничего, хотя я вот планировала, думала там уборку перед Новым годом, ничего, девчонки, не делаю. Просто сейчас вот мне нужно вот это время переждать, да. И я думаю, где-то это, девчонки, до января у меня вот такое состояние будет, я посчитала. Ну, обычно вот до 12-13 недель бывает токсикоз. Ну, вот, София, у меня полтора месяца, я пластом лежала, вообще я не вставала. Я говорила, я похудела. И вот сейчас тоже у меня особо аппетита нет. Я стараюсь кушать дробно, чтобы немножко вот эту тошноту приглушить. Ну, в общем, как-то так. Сейчас покажу вам УЗИ наше. Вот она, наша кроха. Сделали нам три фотографии. Вот это вот сердцебиение. И вот здесь вот сам эмбриончик. Ну, он прям такой маленький-маленький. В заключении она мне ставит 5-6 недель. И видите, вот угроза прерывания беременности. Все равно ставят, девчонки. Поэтому нужно беречь себя. Ну, вот плодное яйцо подросло. Было 12 миллиметров, стало 25. И тут уже сердцебиение определяется. До этого она мне так не писала. Желточный мешок. Машок почему-то написано. Вот. Ну, в общем, девчонки, вот так. Ну, я немножко успокоилась. Хоть когда услышала сердцебиение, уже увидела эмбриончик. Вот. Так что оставлю вот это на память нам. Потом уже вот в 12 недель нам нужно будет идти. Поэтому, девчонки, не обижайтесь на меня. Да, то, что сейчас вот я не снимала долгое время. Ну, и снимать, в принципе, нечего. Я говорю, я не готовлю вот. Артур, когда прилетал, я готовила всего лишь два раза. Один раз делала картошку с мясом. Что-то София там шуршит. Вот. Баранину с картошкой делала. И один раз торт пекла. Вот последний раз перед улетом его я спекла торт. На следующий день он пропитался. Вот мы покушали. Вечером он улетел. Хорошо, что у меня Артур такой. Он понимает. Он не будет никогда заставлять. Он, нет, Настя, ты что, лежи там. Что-то закажет, что-то принесет. Вот, ну, как-то вот обходились, да. И сейчас тоже вот я утром, правда, готовлю там Софии кашу, там гречку могу отварить. Ну, а вот так что-то. Что там делаешь, София? А, ты витаминку кушаешь? Да. Вот. И поэтому, девчонки, как-то так. Мне, конечно же, хочется, чтобы влоги, да, были информативными, какими-то полезными для вас. Там, не знаю, какие-то рецепты, что-то я купила. Как-то чем-то с вами поделиться. А сейчас вот, ну, нечего даже, девчонки, показывать. А просто так, как я лежу, и там, что, что мне плохо, да, мне тоже снимать не хочется. Видите, у меня даже вот отдышкой я разговариваю. Вот если я что-то делаю, да, там, ванну помою или что-то, у меня прям начинает сразу отдышка. У меня прям так сердце стучит. Ну, в общем, состояние не очень. Я говорю, ну, и по мне, наверное, видно, девчонки, какой у меня. У меня даже какая-то отечность есть. Вот я же говорю, когда вот лежишь, вот сразу у тебя на вид вот ты отекаешь. Как-то, мне кажется, даже лицо такое становится полное. Ну, вот, девчонки, надо переждать вот это состояние, самое главное. Я это знаю, хоть мне очень тяжело это дается. Я говорю, я уже и Артуру поплакать успела. Артур, говорю, мне плохо, я прям не могу. Знаете, я еще смотрю, что София рядом со мной. И я сейчас не могу с ней ни заниматься, ни читать, вот ничего. Девчонки, мне даже верите, вот телефон я беру, на экран тошнит, вот экран, на экран тошнит. Потом вот холодильник я открываю, меня тошнит. Потом вот я в ванну захожу, вот мне просто кажется, что как будто в ванне чесноком пахнет. Ну, вот на эти запахи, да, сейчас же вот как бы обоняние вот это еще больше ты все чувствуешь. И я говорю, состояние такое вот прям нехорошее. Поэтому я себя успокаиваю. Настя, все это пройдет. А мне кажется, уже это никогда не пройдет. Знаете, будет все 9 месяцев. Но потом я говорю себе как-то, ну, беру себя в руки и говорю, так, стоп, все нормально. Все пройдет и все будет хорошо. И еще у меня режим, девчонки, сбился. Я ночью вот не спится мне. Ночью мне бывает бессонница. До 3 часов ночи я спать не могу вообще. Ну, потому что днем я ведь лежу, где-то там немножко посплю, да, подремаю. И, естественно, ночью спать не хочется. И вот получается, что мы сейчас встаем вот часиков 9, полдесятого. Хорошо, что Милана во вторую смену ходит, да, не нужно так рано вставать. И я ничего не могу с этим поделать. Вот ставлю будильник на, например, на 7, да, часов на 8. Не могу, девчонки, встать. Вот организм мне прям не дает, мне хочется спать. Если я просто заставлю себя встать, я буду никакая, да. Поэтому, ну, вот я же говорю, сейчас все вот с беременностью у меня поменялось. Вообще, как будто жизнь разделилась, да, поэтому немножко сейчас привыкаю вот к этому своему новому режиму. Немножко нужно переждать, и все будет нормально. У меня есть печень куриная, я купила, и вот брала в морозилку, вчера вытащила вечером с морозилки. И мама говорит, сделай, Настя, печенку, говорит. Ой, паштет, девчонки, паштет, говорит, сделай на завтрак, и он гемоглобин поднимает. У меня всегда, когда при беременности, у меня и так гемоглобин низкий. При беременности, вот что с Софией, что с Миланой, я ходила рожать, девчонки, 70-80 гемоглобин у меня был вот такой вот низкий. Поэтому я стараюсь сейчас вот гранатовый сок пить, да, вот, и хочу печенку сделать. Сейчас пойдем помою печенку, сделаем паштет, перекручу потом через мясорубку. На улице, девчонки, у нас погода хорошая, солнечная, но морозно. Морозно, я вот на балкон выходила, сегодня прям холодно. А, и про балкон, кстати, вы спрашивали тоже у меня, девчонки, балкон в таком же состоянии. Сейчас вот Артур прилетал, он должен уже закончить там до Нового года и уже приедет сюда. Вот, поэтому пока балкон, я даже, мне сейчас не до балкона, даже, девчонки, не до балкона тоже. Эй, ты, пупсик мой. Давай покажи, какая погода на улице. Погода показать какая? Давай покажем, какая погода. Вот такая у нас погода, девчонки, солнышко светит, немножко, видите, снежок слегка лежит, чуть-чуть совсем. Печень я помыла, пообрезала. Здесь у меня где-то полкило куриной печени, потом нам понадобится одна луковица, вот так я порезала. И сейчас все это мы будем обжаривать. Масло уже на сковороду я налила. И морковка нам еще понадобится. Поставила варить, на две части вот так ее разделила, потому что кастрюлька небольшая. Как раз пока будем печень готовить, морковочка должна у нас свариться. Так, печеночка наша готовится. Вот так вот где-то 15 минут мы ее оставляем на среднем огне под крышечкой. И потом в конце я ее посолю, поперчу черным перчиком немножечко. Вот такой вот кусочек сливочного масла кладу, я уже выключила. И можно накрыть крышечкой, пусть это все постоит пока. Давай, прыг, скок. Ну что, домой пойдем или погуляем еще? Домой погуляем, только я хочу что-то сказать. Уговори. Здрасте, это кто это такое сказал? Ну ты же сказала, что скоро у меня будет питомец. Когда я такое сказала тебе? А ты тогда что сказала? Ну когда я тебе такое говорила? Я такое не могла тебе сказать. А ты тогда что сказала? Я сказала, что питомец будет у тебя, когда у нас будет большая квартира. Тогда, может, у тебя будет питомец. Сейчас у нас малыш родится. Какой питомец нам? Я просто про квартиру большую говорю, про питомца. А не что у меня будет питомец в этой квартире? Ну у нас же нету сейчас еще большой квартиры. Мам, где-то запар идет. Ну это от холода, Зай. Мы уже сходили в Софийкин садик. Забрала я договор. Надо будет дома заполнить. Ну и узнали вообще, я думаю, завтра ей в садик. Даже не знаю, в чем ее везти. Холодно там, тепло. Ну сходили, узнали. Говорит, что тепло. Надо будет сменку принести. Ну сменка у нее есть. Удобные такие эти скетчерсы возьмет. Ну договор сегодня заполню. И все, девчонки, завтра будем ходить в садик. С полдесятого до полвторого. Четыре часа. Четыре часа стоят 14 800 в месяц. Ну вот получается понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Она будет ходить. В субботу у них нет группы. Ну и вот каждый день будет ходить, заниматься. Да? Семь человек в группе у них. Вот. Ну я думаю, что нормально будет. Она в принципе хочет пойти, да? Да. Хочешь, завтра пойдем, да? Как будем теперь вставать, девчонки, так рано. Надо будет теперь пораньше встать, покушать. Потому что они ведь там не кушают. Когда рано будет, я буду вставать сама. Будильник, да, будем вставить? Да. Перекус-то у них там есть, а вот так они не едят. Ну и интересно. Ей нравилось. Они очень много там занимаются. Каждый день какие-то поделки делают. Вот когда София ходила, ей нравилось. Поэтому пусть ходит, пусть общается, да? Подружится с девочкой. А то она сейчас жалуется. Мам, когда мы в Сочи были, там у ней были подружки. Ну во дворе мы гуляли. Она говорит, вот мама, здесь у меня нет никого. Подружек нету, говорит. И вот я говорю, вот теперь у тебя подружки здесь тоже появятся, да? Елена Александровна сказала, что там много девочек твоего возраста. Мама, хотя у меня тут тоже было подружки. Помни, вот эту? Тю как-то звали, и мы с ней там игрались. И на площадке мы на одну площадку пришли. А, да. Когда за Миланой в школу ходили, да? Да, там где встретила подружку. Арина, что ли, ее звали, я уже не помню. Да, Касакарина. Ну все, мы уже идем домой, свежим воздухом подышали. Я ведь не доделала паштет, морковка-то у меня не сварилась. Поэтому, думаю, сходим, пока сделаем дела. А сейчас домой придем, доделаем паштет. Выкинули мусор, тоже мусор не тяжелый был, поэтому я взяла. Теперь идем домой. Да, или еще хочешь погулять? Еще? Не замерзла ты? Мы перчатки забыли Софию одеть. Девчонки, пока не разделась, тоже хочу показать вам вот такой костюм я себе взяла. Это когда Артур прилетел, мы на следующий день ходили с Миланой покупать ей тоже сменку в школу. В спортмастер ходили, там как раз скидки были. И вот зашли в Остин, взялись и себе я взяла, и Милана себе взяла. Ну, у Миланки немножко другой, у нее и цвет другой. И по качеству, не то что по качеству, по теплоте он немножко у нее теплее. У нее и капюшон с мехом идет. Но вот такого, как у Миланки, не было размера на меня. Ну, и как бы одинаковые не хотелось брать, да, что мы с ней будем в одинаковых ходить. Поэтому я взяла себе немножко другой. Штаны вот эти стоили 1599, а кофта 1399, если я не ошибаюсь. Я взяла себе на размер побольше, Элку взяла, потому что, ну, животик у меня, да, появится, чтобы потом ничего не давила, нигде не жала. А так костюм классный, девчонки. Вообще сейчас в Остине есть такие интересные вещи какие-то, ну, можно что-то выбрать. Костюм вот такой вот тепленький, вот, видите, мягкий, очень, прям, очень, говорю, приятный. Вот, я прям ношу, вот так носочки одела, да, я еще сапоги себе теплые взяла, тоже давно хотела. Но попозже вам их покажу, потому что сапоги я уже носила, там немножко подошвы грязные. Я сейчас вытру их, потом вам покажу. Вот, с капюшоном тоже, ну, хорошо, девчонки, вот так вот Софейку в садик, да, отвезти, там просто вышел прогуляться, в магазин сходил. Я вот в таких костюмах прям хорошо себя так комфортно чувствую, мне прям очень нравится. Морковочка у меня сварилась, я ее почистила, и сейчас буду перекручивать печень. Сначала один раз перекручу через мелкую терку, и потом второй раз. Можно сначала через крупную перекрутить, потом через мелкую. Ну, вот у меня мелкая стояла, я думаю, сейчас один раз и второй раз потом перекручу. Ну вот, девчонки, на один раз перекрутила, вот он, видите, вот такой получился. Можно, в принципе, даже на один раз и достаточно, просто его нужно помешать сейчас. Но мама сказала, на два раза покрути, на два будет он прям нежным. И я хочу еще сливочного масла добавить. Она тоже мне говорит, Настя, если будешь видеть, что он суховатый, прям не бойся, добавляй сливочного масла. Как говорят, кашу маслом не испортишь, и паштет, я думаю, тоже не испортишь. Перекрутила, девчонки, я второй раз. Паштет обалденный, девчонки, очень вкусный получился. Очень нежный, я еще добавила сливочного масла, прям вот так положила и хорошенько помешала. Оно у меня растаяло, и вот такой вот получился паштет. У меня, правда, нету баночки никакой нет, поэтому я положила вот в такой вот контейнер из фикса. И все, закрою крышечкой и будем кушать. Вот так с утра на хлебушек я и детки будут кушать с удовольствием. Забилась у меня, девчонки, раковина на кухне. Вон, видите, вода не сходит. Сейчас хочу попробовать вот этим доместосом залить. Здесь, правда, у меня немножко совсем. Но у меня нет ничего другого. Ну, хоть чуть-чуть, чтобы тоже промывала. Вот что значит, вот эти дни сижу, никуда не выхожу. Надо будет мне вообще поехать. У меня таблетки тоже для посудомойки. Там две капсулы остались. И то они вот такие разломанные. По половинке уже добавляю. Надо купить. И вот очищать трубы тоже купить. Да, зайка? Да, только давайте помним детку. Папа привез ей куклу. Ведь девчонки, вот помните, которую она хотела в детском мире мы смотрели. Ой, она такая довольная. Ну, целый день, наверное, с ней не расставалась. И все. А вот сейчас покажешь свою куклу? Да. Сейчас покажет. Пойдем. Я говорю, девчонки, что только не придумает. Я вот специально Софию попросила, она все принесла, показать вам. Вот такая, значит, единорожка идет. У нее в наборе входит расчесочка вот такая вот расчесывать ее. У нее волосы такие красивые. Вот София не расчесывает, правда. Ты расчесывай ее вечером, утром. Хорошо? Потом, значит, идет вот такая вот еда, корм для единорожки. Ну, это слайм. Значит, вы вот этот вот корм высыпаете вот сюда в бутылочку. Потом добавляете, здесь есть шиммер, есть блески, есть звездочки разные. Вот такие магические какие-то тоже звездочки, что ли. Ну, в общем, все сюда добавляете, то, что вы хотите. Потом есть вот такой мерный стаканчик. Набираете 25 грамм воды. Здесь есть деление такое. Тоже сюда наливаете, взбалтываете вот этот вот напиток ее. И заливаете. Покажи, Зай. И заливаете ей вот сюда вот в ротик. Да, вот так. В ротик заливаете. После того, как вы залили, потом ее переворачиваешь. Ну, Зай, дай покажу. Здесь вот есть такая вот переключатель. Вы переключаете после того, как залили. И начинаете ее вот так болтать. Мама сначала думала, прикиньте, когда мне ее только первый раз приезжали. Она сначала думала, что она будет что-то петь, там разговаривать. А я сказала, да мама, это не чтобы она. Не надо ей батарейку туда вставить. Не надо туда шоем, чтобы ей туда попасть. Да, я думала, сюда батарейки вставляются. Но я-то не знала. А дети ведь сейчас продвинутые. Они все знают. А оказывается, вот вы взбалтываете. И потом нажимаете вот сюда ей на пузико. На вот это вот сердечко. И отсюда у нее выходит. А, нет. Вы ее сажаете вот сюда на горшочек. Здесь есть, видите, вот такая специальная тарелочка для слайма. Вы сажаете единорожку. Нажимаете. И она вам слайм, в общем, выдает. В общем, она какает слаймом, девчонки. Потом есть вот такая специальная емкость. Она как брелочек идет. Сюда можно слайм этот положить. Крышечка есть. Вот она. Она закрывается. И здесь можно слайм хранить. Представляете, я говорю, что только не придумают. Лишь бы вот, чтобы покупали. Здесь вот, видите, какая штука. Я думала сюда батарейки вставлять. А оказывается, вот это специальная емкость для слайма. Она сюда сначала попадает. И потом вот отсюда выходит. Не надо зайка открывать. Так. И вот отсюда потом все выходит. И, конечно, стоит она, я говорила, да. Вот она стоит 8 тысяч. А Артур ее по скидке, по акции взял за 5 тысяч. Но это очень дорого. И она особо ей не так рада, как она рада вот этим слаймом. Я говорю, лучше бы ты 4 слайма купил. И тебе бы было намного дешевле. А сейчас я прошу папу, чтобы он мне покупал 4 слайма. Да. А теперь она еще говорит, мне другая нужна. Там, оказывается, их 4 штуки, вот такие единорожки. И когда ты в коробке покупаешь, ты не знаешь, какая там тебе попадется. И нам... Среди пакетиков ты узнаешь, какая кукла попадется. Да. И нам вот такая попалась. У ней тоже, видите, волосы немножко радужные. Но они такие не яркие. А там есть одна единорожка. Она мне показывала на телефоне. У нее прям такие яркие-яркие волосы, красные, фиолеты. Теперь вот она вот эту хочет. И она другого цвета. Это голубого, а там есть розового, фиолетового, разный. У нее белая кожа. Белая кожа. Вот теперь она хочет такую. Как ты назвала ее? Рэнбол Дрим. А хотя эту, на которую я хочу сейчас называть, Рэнбол Дрим. Ну пусть будет так, это Рэнбол Дрим. Тоже это Рэнбол Дрим, да? На, подгузники и одень. А вот эти наборы для слайма, оказывается, отдельно в детском мире продаются. Их можно купить. У нее вот, получается, на два слайма остались, а было на четыре. Вот два она уже сделала. И вот еще осталось. Все. Все одела? Такое надо. Девчонки, а вот мои сапожки я вам сказала, да, что взяла. Вот такая вот фирма. Это в спортмастере я взяла. Я хотела себе именно вот сейчас теплые, вот я беременная, да, мне вышел на улицу, чтобы главное ногам было тепло и удобно ходить. Я вообще хотела Оги себе посмотреть, но на Валберес что-то искала, искала, ничего мне там не приглянулось. А тогда вот мой спортмастер за сменкой говорю, Милане, пошли, и вот я вот такие вот увидела. Сначала мне не понравилась вот эта шнуровка. Я думаю, постоянно завязывать. Но у меня прям так нога проходит удобно. И если шнуровку затянуть, просто они, так знаете, плотнее на ноге держатся. Но они идут на меху. Видите, здесь вот такой мех. Очень теплые. Вот я прям на капроновые колготки даже одевала. Штаны, капроновые колготки. Прям ногам вот прям реально тепло. Ну, конечно, сейчас еще не так холодно. Вот это вот непромокающая ткань идет. Вот здесь тоже они сверху могут затягиваться. Можно затягивать, да. Ну, ничего так, девчонки. Мне понравились. Самое главное, удобно. Вот сейчас вышел, оделся тепло, чтобы не замерзнуть. Потому что все у нас от ног идет, да. Самое главное, чтобы ножки не мерзли. Ну, мне понравились. Неплохие такие сапожки. Стоили они, вот их цена, 4,999. Но была 30% скидка, так как сейчас там черная пятница. Ну, и мы просто не только сапоги взяли. Мы вот сменку взяли, шапку взяли. Что-то мы еще взяли. В общем, ну, 30% скидку они нам на все сделали. Но удобные. Вот я вам даже одела на ножку. Вот так вот они смотрятся. Сейчас я встану. Как коряга, девчонки, встаю. Вот. Ну, хорошо. Самое главное, удобно. На ноге сидят теплые. Я прям очень довольна. Вот. Я их вытерла, подошву вытерла. Поэтому ничего, что я наступаю на палас. И ты уже напялила. Снимай, давай. Такая высокая. Модель. Не на ту ногу ты одела, модель. Мам, ну-ка, смотри, я высокая. Очень высокая. Да. Взяла, девчонки, вот такую вот кукурузу. Так мне прям захотелось. Думаю, сварить ее прям сейчас с солью. Будет очень вкусно. Еще почитала, что она Узбекистан-Ташкент идет. Мне еще прям вдвойне захотелось. Единственное, я посмотрела, здесь ее нужно готовить в микроволновой печи. А у меня ведь микроволновки-то нету. И вот я сейчас почитала, открыв упаковку, разогреть микроволновой печи в течение одной минуты. А, или не вскрывая упаковку, варить в течение трех-пяти минут. А, варить тоже можно, оказывается. Прямо вот так в упаковке. Три-пять минут поварить, и будет готово. Ой, я прям сварю сейчас, посолю. Не будет. У меня никто не ест, кроме меня, вот такую кукурузу. Поэтому я вот две маленькие, небольшие такие взяла. Сейчас сделаю себе на ужин. Ну, ничего, девчонки. Доместесом прочистила. Вода вроде стала сходить. Но все равно нужно... Там доместеса мало было. Все равно нужно будет завтра что-то мне купить. Помыла этот, как его... От мясорубки, да. И вот здесь достала мясо. У меня луковицы сегодня одна оставалась. Думала, две буду в печень добавлять. Сейчас сразу поставлю бульон варить на завтра, чтобы София пришла с садика. Супчик, наверное, рисовый такой легкий сварю. Здесь моя кукуруза. Забыла, блин, девчонки, в вакууме положить. Уже открыла его. И думаю, ладно, так, пять минут поварю. Ну, пахнет вкусненько прям так кукурузой. Поменьше сделать температурку. Вот такой у нас сегодня с вами небольшой влог получился, да. Хотя даже не знаю, большой, небольшой. Я еще не смотрела вообще, что я там наснимала. Вот сейчас буду монтировать. Надо будет суп сейчас поставлю. Потом нужно будет погладить завтра Софии в садик. Потом искупаемся с ней. Надо будет пораньше лечь. И завтра ее, считай, завтраком с утра покормить. Потому что их ведь там не кормят. Наверное, омлет сделаю. Омлет быстро там. Яйца помешал в духовку и быстро приготовиться. Позавтракаем. И потом пойдем в садик. София, он сидит в Майнкрафт играет. Я днем не разрешаю телефоны. Милана тоже приходит со школы. В школу-то даю. Сразу он туда в шкаф убирает. Софии тоже с утра туда в шкаф убираю. А вот вечером даю. У меня, девчонки, отдышкой я прям разговариваю. А вечером даю. Что-то у меня камера вот так стала делать. Смотрите. Видите, не знаю, будет видно. Кого-то кадр начинает вот так. Сегодня я вот заметила на улице тоже. Ну, в общем, вот такие дела, девчонки. Сейчас поделаю немножко дела. Я вот полежала немножко. У меня опять температура, я уже чувствую. Вот я же говорю, у меня как в порядке вещей уже это. Я уже даже и не измеряю. Немножко вот с полчасика я где-то полежала. С Артуром тоже сейчас разговариваю. Он говорит, ты получше выглядишь сегодня. Я говорю, ну, мне действительно сегодня получше. Если вот так вот и будет такое состояние, то, в принципе, можно и хоть снимать, можно хоть как-то более-менее выглядеть, да, то... Ну, и я то, что сегодня снимала, конечно, привела в порядок. Чуть брови подкрасила, хотя сейчас вон уже у меня все растеклось. Ну, в общем, как-то так. Девчонки, по возможности буду снимать. Вы тоже не думайте, что я там не хочу выходить, да. Просто лишь бы снимать тоже мне не хочется, вот. И, конечно же, я тоже скучаю, скучаю по вам, по вашей обратной связи. Я уже тоже привыкла ведь к этому. И уже когда я не снимаю, не монтирую, да, вам не выкладываю, мне чего-то не хватает. Ну, и плюс сейчас для блогеров, да, вот перед Новым годом несколько месяцев. Это такие их дни заработка, потому что к Новому году и реклама на канале повышается, и сотрудничество больше начинает предлагать. А я сейчас, вот видите, такое у меня состояние, да, что я не могу. И сотрудничество принимать не могу, потому что, ну, это ты с человеком договариваешься. Ты, я, например, сегодня нормально себя чувствую, не знаю, как я завтра, да, буду себя чувствовать. И что-то обещать я по состоянию своему не могу. Поэтому тоже ничего не беру. Ну, вот как-то так, девчонки. Поэтому, мои хорошие, по возможности, еще раз повторюсь, буду к вам выходить. Не скучайте, не теряйте. И всем пока-пока.